АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не жди меня скоро, жена, Опять закипала бьет у морда Крутого посола волна. Под северным солнцем неверный, Под южных небес синевой. Все там паруса грузочная Шумят над моей головой. Все там паруса грузочная Шумят над моей головой. И дома порою ночною Лишь только раскрою окною. Опять на ветру над окною Тугое поет молотно. И тесные дожди есть стены, И душа на важный покой. Когда паруса грузочная Шумят над моей головой. Когда паруса грузочная Шумят над моей головой. Пущают слепящие вспышки, Мальчишки, мальчишки, мальчишки. Пусть вечно завидуют мне, И старость отступит наверно. И власть она надо мной, Когда паруса грузочная Шумят над моей головой. Когда паруса грузочная Шумят над моей головой. Пусть вечно. Пусть вечно. Пусть вечно. А теперь разберемся к звуку. Нормально слышно? По-моему, что-то глютит, свистит. А главное, я кроме гитары ничего не знаю. Давайте пониторим гитару чуть-чуть. А как завидишь? Мальчишки, нормально? Хорошо. Хорошо? И даже голос слышно? Да. Хорошо. Может перебрать пониторчик? Я не знаю чего. Нет, сейчас. Ну и наконец, я сейчас для тех, кто здесь впервые, с удовольствием хочу представить своего соседа слева. Замечательного исполнителя авторской песни. Замечательного руководителя класса гитары. И наконец, замечательного художества руководителя центра авторской песни в Москве. Человек, который руководит многими фестивалями авторской песни и так далее и тому подобное. У меня Александр Николаевич Костромин. Прошу любить и жаловаться. Я ничего не знаю. Понимаете, у меня с аккомпаниаторами, даже как с женами, всегда очень, так сказать, трудно заменить что-то одно другим. Александр Николаевич у меня самый главный, самый единственный и самый постоянный. И господин, значит, у меня любимая жену еще лет так сорок назад, если я не знаю, правильно? Таким образом, спасибо. С 88-го года. Какого? С 88-го года. С 88-го года, да. А вот, видите. Но непрерывно. Но непрерывно, да. Вот. Ну, возвращаемся к Балтийскому флоту. Хочу сказать, что с Балтийским флотом связана еще одна моя песня, написанная Гранденштерне. Дело в том, что если кто-то видел 9-го мая телеканал «Культура», то там показывали, вечером показывали большой концерт, посвященный Дню Победы, записанный в Перезелкино, в доме Ахуджа. Концерты отвел я. И часть концерта была посвящена моему юбилею. Поэтому большую часть концертов там исполняли мои песни. Остали разные люди. Один замечательный сенегальский актер из театра «Сатирикон», по-моему, да? Пел, приплясывая жену французского посла, так гениально, что я прямо рыдал. Потом… Это наш местный актер, видишь? Правда, да? Он святой черный же. Настоящий. Настоящий. Он же не крашеный. Вот. И, значит, после этого, значит, Ефим Шифрин, известный, значит, актер, который смешной, он пел с надрывом, пел шотландскую застольную песню мою. И, в общем, люди пели… Но самое интересное, что мы с Коксиосием Корзоном пели дуэтом, пою старую песню «Снег», которую он начал петь еще, значит, где-то в 58-м… Она была написана в 58-м… Уже в 59-м молодой Корзон с еще своими волосами пел ее, значит, по Центральному радио. А почему я это вспомнил? Потому что в первой же экспилиции в 62-м году на борту судна «Корзенштерн», которая была корабль 1-го ранга, командир капитан 1-го ранга, командир боевых частей 2-го, 3-го, боевая политическая подготовка, и всегда работает радио. Всегда там орет в уши радио. Я спросил с царапом, а, слушайте, во-первых, почему все время радио? Во-вторых, почему драют матросы в медвяшку с водой до ночи? За ночь она окисляется, а утром она драит снова. Взять электролитом, пахнет, все будет хорошо. А ты не понимаешь. Во-первых, боряк всегда должен быть занят. Все бунты на кораблях происходили от того, что у нее было свободное время. А во-вторых, матрос не должен думать. Ему все время в ушах что-то должно звенеть. Поэтому все время будет работать радио. Но оно работало. И поэтому радио поймали, как ковзон поет «Мой снег». Ко мне пришла делегация об испановке, чтобы какая-то свой автор, как здорово, что вы у нас на судне. Мы вас очень просим написать песню, уже не про снег, а про моряков наших, военных моряков, которые в день ночи не покладают там рук в Мировом океане, отдавая свою жизнь партии, правительству и родной стране. Только, пожалуйста, напишите как-нибудь так, знаете, не по-интеллигентски, а так по-нашему, по-матросски. Я и написал. Через неделю, когда эту песню стали записывать и петь, меня остановил наш замполит, главного человека, старшину первой статьи Ахчукова, Славу. Он разжал его в макрос и потерял его на галфу вакту, на галфу вакту была в Курпике, то есть в настоящий суд. Значит, подошел ко мне, сунул мне под нос отобранную у него записанную книжку с моей песней. Я сказал, это ваш текст? Я говорю, да, мой. Ну, хорошо, хоть сознались, не придется в особом деле дознание вести. Но я просто вас хочу спросить. Вот, смотрите, вы вроде интеллигентный с виду человек. Как же так получилось, что я личный состав с утра до ночи воспитываю, в духе абсолютной преданности. Ночей не сплю, а вот мне взяли его в раз и разложили. Тут я испугался. Кстати, симполитов был замечательный человек, еще за полгода до этого выступая на партсобрании, а нас гоняли, хоть они когда-нибудь в партийном, нас обязательно в порядке гоняли на партсобрании открытые. Он там исполнил. Что же, товарищи, происходит с паральным разложением? Офицеры ночи и дни проводят в океане, на боевых дозорах. Их жены в это время с матросами спят, а политработники стоят в стороне. Так дальше не пойдем. Он вообще был замечательный человек. Короче говоря, он говорит, ваш текст, ваш, вот смотрите, что вы пишете о женщине, о советской женщине, о какие оскорбительные срочки вы написали. Вы что же такое? Вы пишете, что у женщины есть грудь? Значит, вы на сердце векаете. Это же оскорбительно. А дальше я скажу гениальная фраза. А для советского человека любви, грудь, это не важно. Важен моральный опыт. Тут я понял, что языка мы с ним общего не найдем. Значит, когда судно вернулось через полугодового похода в базу, в Балтийск, значит, меня с борта уже не выпускают. Эту песню, вот как вещдок, повез штаб флота в Калининград, штаб Балтийского флота. И, значит, что со мной делать? То, что визу отобрать, это ясно. То ли сейчас сажать, то ли потом, за разложение личного состара, меня спас начальник паритодела основанного Балтийского флота товарищ Пачипайло, который, послушав песню, сказал, а чего? Правильная песня. Она показает, что варяг должен любить море больше, чем бабу. Разрешите! Это определило мою цельку и судьбу песни. А вот самая песня. Ах, не ревнуйш! Ах, не ревнуй меня к девке зеленой. Ах, не ревнуй меня к девке зеленой, Ах, не ревнуй меня к дв adjusted или ай, не ревнуй меня. Ах, не ревнуй меня к informações, Ах, не ревнуй меня к свету делой. Закачает вода, замерз visto, Все изменит моей bathing Ах, зацелует в отел от смерти, Не отпустит меня к тебе. Ах, не ревнуй меня, классик дочерк, Ах, ты ревнуй меня, звезди вечерней. Ах, не ревнуй меня, соседки райки, Ты ревнуй меня, серый чайки. Только чай-то крылом оманет, И уйду от любви твоей. Ах, пусть сегодня одна обманет, Завтра снова поверит в день. Ах, не ревнуй меня, глаза муками, Ты ревнуй меня, ты плана трава. Ах, не ревнуй меня, груди набитой, Ты ревнуй меня, песня забытой. Мне бы вовсе ее не слушать, Как услышал дышать не в ночь. А снова песни с дочерк, духу, И из дома потонни, Проча, не ревнуй мне, гневки зеленой. Ах, не ревнуй меня, гладя соленой, Ах, не ревнуй меня, давите левой, Ты ревнуй меня, пеня делой. Закачает вода, вертит, Все изменит в моей судьбе. А все целует вода на смерти, Не отпустит меня в себя. С Балтийским флотом России связаны и героические, и трагические события. Одно из трагических событий, может быть, самое трагическое событие, Это уничтожение флота в 1925 году После Кронштадтского мятежа. Уничтожение физическое. В царском селе, с которым меня связывают долгие годы жизни, Совсем недавно, как выяснилось, Я об этом ничего не знал, Без креста и могил. Были захоронены в 1921 году 5000 матросов В Кронштадтского мятежа, которых расстреляли и зарыли ворота. Это приказывал Владимир Ильича и других его, так сказать, соратников. У меня, вот, не совсем недавно, по моему юбилею, Вышла очень интересная книжечка. Вот она. Называется «Царская сельская тетрадь». Это стихи и песни, связанные с царским селом. Это подарочное издание с прекрасными акварелями царско-стейской художницы. И она тут есть в небольшом количестве архитресендарев. Да. Я просто прочитаю стихи, я их не помню наизусть, Они только недавно написаны. Казанское кладбище. Кресты на могилах, метели холодная взвесь, И храм, что к Варенке, поставил Ланскому, Когда-то пять тысяч мятежников были расстреляны здесь, Которых прикладами гнали сюда из Кронштадта. Отсюда потомкам отправлена черная весть. От этих могил, утонувших, заснеженных дюмах, Пять тысяч мятежников были расстреляны здесь. Пять тысяч матросов, здоровых, веселых и юных. Пять тысяч матросов, балтийский прославленный флот, Где в памяти живы недавних событий, моменты. Не вы ли вчера юнкеров отправляли в расход На флотский бушлат, нацепив кулеметные ленты? Не служить вам больше, как плеч от Валда за бортом, Не ведать вам впредь ни тропических вахт, ни авралов. Адмиралов, успели ли вы пожалеть перед смертью о том, Что так торопливо топили своих адмиралов? Затем, не буксиром, тащили аврору в Неву, Валы перекопские голыми брали руками, Чтоб сгинуть потом в неумело закопанном рву В конце революции, преданной большевиками. И тот, кто в веках, не жалея потраченных сил, Свободу российскую в нашей истории ищет, Пусть ищет ее посреди безымянных могил За царским селом, на Казанском, смиренном кладбище. И без героической защиты народного Питера, я думаю, как в Ниве, в мосту Летянта Шмидта Стояли эсминцы, которые загнала туда блокады, И оттуда вели огонь по наступающим немцам. И, наконец, 1043 год, год строительства русского флота И год строительства моего родного Питера. Поэтому я вспомню песню Строительния русского флота С удивительной забавной историей, Потому что написано было еще в конце прошлого века. Должен был делать фильм о Петре Великом. И меня вызвал режиссер И заказал мне песню кинофильма. Надо было написать песню Строительния русского флота. То есть, как ты понимаешь, Сказал режиссер, Русскую народную песню Начало 18 века. Песня должна быть главной в фильме. Она идет за кадром. За кадром стук топора. На фоне титров, мачты. И ты должен писать такую песню, Чтобы не отразить все, Что я хочу в фильме сказать. Первое, что надо отразить в фильме. Запиши, а то забудешь. Первое. Технологию строительства параснабельных. В фильме. Второе. Он мне наглянул критически и сказал, Как ты помнишь, Строили флот православные мужики. Они мусорбанили вроде тебя. Про это надо что-то мягкое, но положительное. Третье. Тяжкий гнет крепостничества Должно найти отражение Во всей своей неприглядности. Да, и самое главное, Чуть не забыть. Песня обрекая, Озорная, Хулиганская, Чтобы сразу стало ясно, Что это стали настоящие, Живые мужики в 18 веке, А не доклый интеллигент 20. Но, Сквозь озорство и хулиганство, На полном серьезе Должны просматриваться Национальное самосознание И гордость народа, Которые в первую поль, Это морские просторы. Да, чуть не забыла, В 11 Швеции была. Не забудь включить. Я ушел абсолютно расстроен. Понимаю, что Тут никаких мегабайт же не хватит, А песня должна быть короткой. Как это все поместить, Непонятно. Но я попытался все ослепить, За это время фильм отменили, И зависла эта песня, Как беззорная Русская народная песня, Начало 18 века, Аж дадить пару десятков лет. А тут власть поменялась, В 1996 году, В 309-е русского флота, И меня вызывают в Питер, Где мы огромные, А песню записали, Вон тут она есть, Здесь есть диск, Который называется, Тут есть диск, Который называется «Моряк покрепчивый жузы», Вот там эта песня, Записана не под гитарой, А там народные инструменты, Пушка настоящая, Там че-то что. Вот, и на большой сцене, Концерт-назал Октябрьский, На 4000 мест на Лиговке, Вешел вечер, Посвященный 35 летелям 100 флота, Первым выступает Тогдашний премьер-министр Черномыльдин, Вторым адмирал Громов, Тогдашний главком флота, Третьим, тогдашний, По-моему, я, кажется, был губернатор, И четвертым выпихивают меня, Потому что юмор в ситуации, За 300 лет я оказался единственным автором Русской народной песни, Отечественной строительства Госпорта. А дальше-то следующее, Мы поем с упрещенными микрофонами, А динамика гремит вот эта запись, А давящего эффекта на большом белом Гляднике сцены, как на экране, Идут с выключенным звуком В кадре старого кинофильма Петр Первый, Где русские берут на абортаж Шведский фрегат. Кстати, сегодняшний день Тоже связано с тем, Что в Усть-Иневый Русские взяли шведский фрегат на абортаж, С чего и началось подтверждение Балтийского флота. Так вот, У нас нет ни пушек, ни фрегатов, Вам остается только следить, Как я покорно выполнял Все указания жестокого Держи все в ротаж, Как усть-Иневый Начало XVIII века Рождение Балтийского флота. Мы, народ артельный, Дружим с топором, Роща корабельная И солнце подберем. Эх, православный глядь, Разбеет этот народ, А гляди, как ванка, В море плывет. Православный глядь, Разбеет этот народ, А гляди, как ванка, В море плывет. А тянет зарею Знамя Христа, Высмолил сволою Крептая вода. Эх, православный глядь, Разбеет этот народ, А гляди, как ванка, В море плывет. Православный глядь, Разбеет этот народ, А гляди, как ванка, В море плывет. Девку с голой грузью Я тут запрошу Монетную орудию Тук заряжу. Эх, ты, мортира грянька, На пучиной вод, Расскажи, как ванка, В море плывет. Ты, мортира грянька, На пучиной вод, Расскажи, как ванка, В море плывет. Тяжелость над нами, Сварская лоза, Били нас кнутами, В раме железа. Эх, и Берин глядь, Расскажи, как ванка, В море плывет. Как в море плывет. Как в море плывет. Морь наша сила, А море наша жизнь, И веселись Россия, Швеция, держись. Эх, и биноземный глядь, В берега народ, Морь русский ванка, В море плывет. Эх, и биноземный глядь, В берега народ, Морь русский ванка, В море плывет. Спасибо. Теперь мы переномим в основной части. Для тех, кто здесь впервые, а кто впервые поднимет, пожалуйста, руки. А, вы есть, есть. Значит, я просто расскажу порядок нашего общения, чем он отличается от концертов-залов. Мы вчера у него был в вечер авторский по театру школы цеременной пьесы, там так. Значит, концерт с самого начала является концертов-залевка. То есть, вы можете писать записочки, там, на санветочках, и так далее, заявки. И я никогда не составляю программы в этих концертах. Писадает, что заявка, поэтому ни один концерт не похож на другой. Я сам не знаю, что и как повернется. Это редкий случай. Именно потому, что Александр Николаевич Костронин знает все мои песни, и я могу сыграть его уже. А тут все, любое. Вот. Это первое. Второе. Значит, если вам придет в голову, особенно если вы что-то еще выпьете, я не знаю. Вот. Хоть много не выпейся при внешних центрах, но все-таки. Значит, подтягивать чего-то. Можете петь спокойно, хуже меня петь в университете. Вот. Наглядь третье. Не забудьте включить свои набильники по окончании нашей встречи. Хорошо? Спасибо. У нас будет два полного петеражных отделения, а я заодно расскажу. Кстати, тут есть такая новая продукция. Тут к боевому юбилею вышло несколько книг, и вот про фильм я еще расскажу. Дело в том, что вышла, вот были раньше книги о запоминании у меня, сейчас вышла в взятие «Эксмот», какая-то толстая книга, кто-то уже успел приобрести, по-моему, да? Она называется, по-моему, «Атланты». Знаешь, как называется она? Они это название «Атланты» эксплуатируют, как хотят. Там уже четвертая книга с этим названием была. Вот. Но это книга по запоминанию по всей жизни, которая здесь есть. И по этой книге последние семь лет работала большая группа. Был замечательный кинооператор Семен Крилленд. Я говорю, был, потому что он трагически погиб две недели назад в Минске неожиданным образом. И этот фильм, который он сделал, это как бы последняя работа, по книге воспоминания сделан огромный сериал. Все, кто не первый раз знает, это 34 полчасовых серии на дисках, связанные с своей жизнью. По этой книге толстые воспоминания сделаны. Здесь снималась профессиональная кино, эти фильмы такой, сериал, она в октябре прошлом году получил первое премию на пушкинском царском селе. за вклад в русскую литературу, в русскую литературу, в кематографию. Значит, это огромная работа, она достаточно дорогая, потому что 3-4 фильма, если разделить на число дисковых фильмов, то еще, в общем, все остальные продукции. Здесь мурикальная кинокроника есть, которую мы собирали в нашей стране и за рубежом. Тут есть, например, документальное кино «Первые полеты русских авиаторов на Комендантском аэродроме в Петербурге в 2012 году на самолётах «Русский Витязь». Печально известный позорный парад советско-фашистский в 1940 году в Брессе, когда он отколен нож спину в братской Польше и вместе с фашистскими празднованиями «Газбром Польши» и, значит, в обнимку были с нацистами. Тут есть очень грустная хроника сталинских лагерей «ГУЛАГа» и «Колыма» и «Соловки». Тут есть почти все мои экспедиции «Парусак Руденштерн», «Морские экспедиции», «Кружение на дно океана», «История русско-авторской песни» и «Высоцки», и «Ахуджавы», и, конечно, мой друг Евгений Колячкин, которому половина посвящена и так далее. Ну и, наконец, тут около 300 моих стиховых писем. То есть, если кто-то, не дай бог, это приобретёт, может, ничего больше, чем этот, весь «Я» в одном флаконе, вся жизнь. Потому что у нас не столько «Я», сколько «Люди» в моей эпохе, конечно. Вот такая история, я просто пришу счастье шоу, когда мы двигаемся. «Кружится», «Отражение дробя», «Весенние морки», «Облачная вата». «Снимаю фильм про самого себя», «Смешно, конечно, но и грустновато». «Помидаю прежнее житьё», «Васильевский», «Илиния», «Седьмая», «Гремит оркестров», «Медное литьё», «Обозначая праздник Первого Мая», «Поёт гудки в невидимом порту», «Соля судам счастливую дорогу», «И вкус лимонной корочки во рту слабеет», «Исчезает немного». «Потом блокады», «Орудийный гром», «И дистрофии, чёрная зараза», «Мой старый дом сгорел в сорок втором». «Я с той поры здесь не бывал ни разу», «Я просто издали от этих мест о прошлом, забывая постепенно». «Зачем вхожу я в старенький подъезд, вступая на знакомые ступени? Зачем смотрю в забытое окно в чужом дому? Смущённый и неловкий соседи переехали давно. Кто на Смоленке, кто на Пискарёвке? Шумят бомжи под окнами в саду, входная дверь клеёнкой обита. Я ничего теперь здесь не найду из детского утраченного быта. «Не наводи, приятель, объектив, не надрывай мне душу, как она надо, вторично, для этого времени войти. Я не могу до этого и не надо». Вот. Шейдер Кимонский учился, я думаю, что его покупать особо не будут. Вчера в театре школы современной пьесы его не хватило, и пришли сюда специально на несколько человек, чтобы купить этот фильм, потому что его там уже не было. Значит, это всё в перерыв. А мы сейчас начинаем концерт заявку. Да, ещё одна книжка вышла сейчас. «Атланта держит небо». Тоже название не оригинальное. Но это всякие песни, подвещенные народному Питеру. Вышли только сейчас, из «Заискалян издат» в Москве. Тут есть и новые все. Да, что у нас тут? Мне вообще-то тут потрясающе записано. Какой напиток вы используете, чтобы поддерживать вашу память, уникальную в вашем возрасте? Я после «Петиса» и в том, наверное, в основном всё-таки водку. «Перелётные ангелы». В этом фильме есть серия, которая называется «На материка», посвященная сталинскому главу. Это песня памяти десятков тысяч людей, погибших в сталинских лагерях на крайнем севере. Клик сделал очень здорово. Там, 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 лесоповал, значит, лагерь, и над ним летят журавли. А потом, крупным планом, кресты, питерская печальная наша тема, памятник Михаила Шемякина, сфинкс с черепом, память жертв сталинского глава, и снова летят журавли. И вот такая песня. «Нам ночами июльскими не спать на север, не крутить нам по комнатам сладкий дым, папирос, перелётные ангелы летят на север. Их нежная крылья обжигает мороз, перелётные ангелы летят на север. Их нежная крылья обжигает мороз. Опускаются ангелы на крыше зданий И на храмах покинутых ночью лёгами, А на утро снимаются в олёт свой дарь, потому что короткие весенние дни. А на утро снимаются в олёт свой дарь, Потому что короткие весенние дни. И когда ветры тёплые в лицо подуют, И от вели последней ты своим вырнешь лоб. Это значит, наверх твою лошку, зеруль, осенит избавление лебединым крылом. Это значит, наверх твою лошку, зеруль, осенит избавление лебединым крылом. Вы не плачьте, братишечки, Подавним семью. Вы не врите, братишечки, Про утраченный юг. Перелётные ангелы Летят на север, И тяжёлые крылья От утра и поют. Перелётные ангелы Летят на север, И тяжёлые крылья От утра и поют. Спасибо. Да, тут просили напомнить, что какие у нас впереди ожидается встреча. 28 мая здесь, в этом же ЗАГО, по-моему, в Малом Сибири, по-моему, в Малом, да? У меня с прошлого года, очень забавно, тут, значит, дирекция мне ЗАГО-Халя предложила мне читать лекции. То есть это не совсем лекция, это лекция, что на фильм. Дело в том, что многие, наверное, видели, но очень последних пяти лет, по телеканалу «Культура», прошло 42 мая фильма, полчасовых, научно-популярных, посвященных актуальным проблемам науки. Ну, таким, не просто чисто научным, например, когда понят свет на столько. Или, например, можно, я бы сказал, делать их семьи нельзя, поскольку это промысел Божий. Нельзя промысел Божий. Или, например, когда утонет Санкт-Петербург. Вот, это особенно в Питере. Или там про цунами, утопившее войско фараона, или реальность гибли Содома и Гаморры, или там глобальное потепление, миф и реальность. Миф даже не миф, а просто афера мирового масштаба. И так далее. Вот. И вот следующая лекция 28 мая состоится здесь. Во сколько? Восемь, да? А? Кто-нибудь скажет? Восемь, да? Вот. Тема ее «Стоит ли есть рубль из Балтийского моря?» Фильм будет показан, получается, в общем. И это не стоит. Не стоит. Это я сразу могу сказать. И купаться тоже не везде. Чем ближе к острову Ботлоб, например, там, где выходят Калининграды, уже купаться нет. Вот. А в Финском зоне там и так грязно. Вот. Но это я уже буду про лекцию рассказать. Потому что там утопили в 1947 году, утопили союзники весь химический запас химического оружия Питерского райка. Который сейчас пошел в город. Вот. 24 июня лекция «История с географией» тоже фильм. О том, как влияют географии климата на исторические события. В осмотрное время, в начале 17 века в Москве, как результат чудовищного ледникового периода в Москве и в общей северной Европе. Победа голландской революции в то же время в Голландии, как тот же самый результат. И многое другое. На 3 июля сольный концерт. Здесь. Это пока на площади, а мы едем дальше. Предательство. 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 Должи, незаживающий ажор. Рыдательство. Рыдательство. Там, вот. Рыдательство. Ры части. Кажет. От выстрела дырится на спине. Но что тебе сгадается, Когда пробитая швей От выстрела дырится на спине? Вина твоя, что на твою, Судьбу твою словами протозей. Жена твоя, жена твоя, Жена твоя и лучи из друзей. А все вокруг как будто заискутят Ласковых глаза и громко воздают Тебя хвалу. А ты, добыча для вороны, Дом твой пуст и разорел, И гривенек пылится на полу. А ты, добыча для ворон, И дом твой пуст и разорел, И гривенек пылится на полу. Учитесь вы, учитесь вы, Учитесь вы друзьям не доверять. Мучительно, 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 И в горло нож, глаза им грунт, И по тизине в мире крут, И хочется довериться врагу. Земля в закате и в дыму я умираю, Потому что жить без этой веры не могу. Земля в закате и в дыму я умираю, Потому что жить без этой веры не могу. Предательство, Души незаживающий ожог, Рыдателска, рыдателска, рыдателска над мёртвыми прожёт Залют дедрить, ведь земель трубы в серебряный день И лошади несутся по стерне А что тебе святая цель, когда пробитая шагель от выстрела дымится на спине? А что тебе святая цель, когда пробитая шагель от выстрела дымится на спине? АПЛОДИСМЕНТЫ Господи, пожалуйста, Марш Сирогнов Очерёдно совершенно нежит Мне много приходилось писать песен для разных спектаклей Ещё в советские времена ни одна песня в спектакль не попал А когда попали песни в спектакль, сняли сначала спектакль Потом закрыли театр и прочее, прочее в народном Питере Это же история другая Значит, была замечательная Лиля Лунгина Многие видели её замечательную передачу по телевидению Подстрочник Подстрочник, да, я её не видел Я имел счастье быть знакомым с ней долгие годы Она была женой не менее замечательного человека Симона Лунгина, отца известного кинорежиссёра Вот, который был сценаристом Работал он с Василиями, с прекрасными режиссерами Вот, Жилпёв Чедрёвского и всё его Но я был сам по-моему с этой парой Тем более, что она училась в одном классе Замечательным русским поэтом, с которым я был дружен Давилом Самуэл Так вот, она перевела, в частности, она переводчатый Она переводила Астер Плингрен Значит, братца, она тоже живёт на крыше И пояс, который назывался «Роди дочь разгонника» По этой поясе я должен поставить детский спектакль В Центральном детском музыкальном театре имени САЦ Песы не разнаделся, вернее, спектакль не разнаделся, не следствием Я должен был стать песен Я написал пять песен к этому спектаклю Точно не было песни, которые прозят спец Песня я начну Значит, там сказка Там мальчики-девочки, влюбленные друг к другу Из двух враждебных, так сказать, разгончик-бат Вот, но, помимо всего прочего, такого сказка Действие происходит в шведском лесу И там разного рода существа В том числе, они очень приятные Там какие-то хищные птицы со стальными клювами тру Да ещё какие-то неприятные существа Но хуже всех, так называемые «серые гномы» Это совсем другая популяция Это не Тоткиновский мудрый гном Это другая, ребят совершенно Они днём где-то плечутся, их не видно Они вылезают только по ночам Объединяются огромные банды И нападают до одиноких путников сабо-глухих участков леса Дальше происходит следующее Если ты их не боишься Они, отсказывая, маленькие, серенькие и безвредные А если ты их боишься Они, как собака, чувствуют ареналин Они вырастают пропорционально твоему страху И вообще они агрессивны Они становятся опасны Они могут зацарапать, загусать, выпить кровь И всякое такое И, с одной стороны, думаешь, ну, не надо бояться Все обойдется А зря как не бояться Ты один, лес глухой, а их много Проблема Марш серых плов Там, где лес грустит, а летит Где качает солстый ветер Где в сегонном лунном свете Спит озерная вода Мы идем минуты эти До людей поставить в сети Все и взрослые, и дети Разбегайтесь кто куда Гномы, 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 гномы Не дадим жить я чужому Поведем его на дому И возьмем на аппортаж Если ты не пахнешь серой Значит, ты не нашей верой Если, ну, ты не серый Это, значит, ты не наш Наши глаза сверкают в точке Мы слабы поодиночке Но соброшусь вместе ночью Не боимся никого Нет утилов и народца Против нашего народца Грудью вежей придется Станемся на одного Гномы, 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 гномы Не дадим жить я чужому Поведем его на дому И возьмем на аппортаж Если ты не пахнешь серой Значит, ты не нашей верой Если, ну, ты не серый Это, значит, ты не наш Начинаешь что-то бояться Они выросляют прямо на глазах И кидаются в смертельный атаку С последним куплетом Мы борцы-энтузиасты Человек наш враг и баста Словно вороны мы зубасты Ядовиты как оса За отечество родея Изведем его злодея Наша главная идея Бери людей спасай мне сам Гномы, 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 гномы Не дадим жить я чужому Поведем его на дому И возьмем на аппортаж Если ты не пахнешь серой Значит, ты не нашей верой Если ты не серой Это, значит, ты не наш Гномы, 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 гномы Не дадим жить я чужому Поведем его на дому И возьмем на аппортаж Если ты не пахнешь сырой, значит ты не наша вера Если ты не серый, значит ты не наш История песни довольно интересная Целый фильм называется, вот из этого сериала Целый фильм называется «Она материнка» Там есть подробная история этой песни и все такое От злой тоски, от злой тоски, от злой тоски Я материнка, я материнка Сегодня ты без спирта, я А материнка, материнка, материнка Идет последний караван На материнка, на материнка Идет последний караван Абитург, аэтьбург, абитзима Абитсима, айдсима, айдсима Придет в мятсима, амитсима Уйти в бега, уйти в березайти сон Теперь уж поздно для меня Здесь не висел, здесь не висели свои дела Здесь душа в голом, как на речо Абитра, абитра, абитрая легла Зеленой души на плечо Абитра, абитрая легла Зеленой души на плечо Я до весны, до весны До корабля, до корабля Я доживу когда-нибудь Не пухом будет мне земля А камнем ляжет в небном грудь Не пухом будет мне земля Нам материк, нам материк Ушел последний караван Нам материк, нам материк Ушел последний караван Абитра, абитрая легла Который я запрещаю Песня вообще плечи Так, просьба «Исполнить Агейское море» Это мы, допустим, сейчас знаем Астрахиос, да А это, знаешь, в 84-м году песня написана Вот она работала на сегодня «Витязь» Которая еще была жива Сейчас я его полностью расперевел Да, ну вот Вспомним Агейское море Астров Хиос, мастер Санас, астров Робоста Я немало поскитался по волнам Отчего уже я испытываю робость Прикасаясь к вашим древним именам Возвращая позабывшиеся города Отни вы мои за тридевять земель Наскачают ваши ласковые воды Человечество цветная колыбель Наскачают ваши ласковые воды Человечество цветная колыбель Пусть нас уже депрессивно пахнут трава Что-то пастости по десять раз на дню Черный парус, что значит, должен трон Белым парусом на мачте заменем Трудно веровать в единственного Бога Проявиться и тебя прогонит прочь На Олимпе же богов бессмертных много Кто-нибудь да согласится нам помочь Что на Мазе, что на Мазе, что сястая Европа На Лопропе в коммунальных теребах Успокоиться с другими пенелопа Ползабудет про папашу тереба И плывем мы беззаботно, как герой Не жалеющий в жизни ничего Мимо сцелы, харибты, мимо трои Мимо детства моего и твоего Мимо сцелы, харибты, мимо трои Мимо детства моего и твоего Мимо детства моего и твоего Экспирицию в Пенше и Губарковского моря Денег нет, командирочник из Питера Ни шлут ни черта 60 копеек в день на питание Крысы на корабле И всякое такое И на целом, наверное, хочет такую песенку Это вот это После чего, после чего Кукин Взял мотив для своей песни У края земли сижу в заперти Мой стол без еды А окна без стекол Сирены поют И ветер свистит Дождь моросит Над Владивостоком Сирены поют И ветер свистит Дождь моросит Над Владивостоком Играю в опа Последним рублям Не ради любви Не ради восторга Лучайки кричат Над моим кораблем Дает кон Над Владивостоком Лучайки кричат Над моим кораблем Тает кон Над Владивостоком Хоть птицей заплашут, Хоть волком с тобой, Ты станешь в пути Последним жестоким. Молочный туман Над далёкой небой, Чёрный туман Над Владивостоком. Молочный туман Над дальней небой, Чёрный туман Над Владивостоком. Дубрая земли Свежих заперти, Ночная вода Временит на востоком. Свереный поют, И ветер свистит, И дождь просит. Над Владивостоком Свереный поют, И ветер свистит, И дождь просит. Над Владивостоком. Много лет я эту песню пел, Сейчас спел даже расчувствовал. Молодые были, 66-й год страшные. У меня был техник в моём отряде, Володька Юрьевна, такой рыжий парень, Дикий алкаш. И он был алкаш, парень, Гениальный мужик совершенно играл на литаре, Потрясающе, и пил чудовищно. У него была сексуальная мечта полюбить милиционершу. Причём, чтобы она ещё в минуты, Эта страсть ещё свистела в свисток. А выдавали, я был там старший, Мне распределял деньги, Чтобы пошла копеек в день. А делать нечего. А лето? Мы на 19 километрах, Там есть такое место под Владимиром Столом, Бесили купаться. Больше делом было нечего. Вот ждали, когда судом уеден. И вот мы лежим на пляжу, И вдруг, значит, Вообще есть хочется. И вдруг, значит, приезжает автобус, Из него выходит человек 15 Красивых милиционер с кабурами, В этих куражках. Оказывается, там какой-то съезд милиции был. А, детские, да, детские комнаты. Там вся женщина. Вот. Вот. И эти милиционерши Все вышли и стали купаться. Юрий прибежал ко мне, Тряселся, говорит, Я тебя умоляю. Ну дай мне денег. Вот какую-нибудь милиционер. Может, я, скажем, Сможу ее тому, что получится. Я тебя умоляю. Короче говоря, Она совсем без обеда полностью. Российской милиционер. Что они вышли, я не знаю, Но этот эпизод запомнил. Пиратская песня. 62-й год. Крозенштейн. Пиратская песня. Есть хотя бы одна пиратская песня. 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 дворцы искали на лондонской сети на шуткой праздник пушек и клинка мы явимся не злаными косями или когда вы качаются светило нас косями или когда вы качаются светило нас косями пьет твой пила попутный ветерок на зонах живем мы не стареем и если в ясный солнечный день последний раз за пляжем на дарее на вас мы все ухватим за бока мы к вам придем недобрыми листами или когда мы не врем пока качаются светило нас косями и когда мы не врем пока качаются светило нас косями ну вот наша первая зима приближается за счет финалу я я хочу чтобы нам расходиться все-таки предполитого настроения показать конце первого деревня но во первых нас поем все-таки песен который уже заказывали тоже не курсе дали песенка 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 Нашу жизнь в Мальчишеске вечная года Прочь нас кугарителю, выпитые фляги Ты, метеослужба, счастье, наготай Прочь нас кугарителю, выпитые фляги Ты, метеослужба, счастье, наготай Солнце безотвратное и теплый ветер свеска И штурвал послушки в расстававшихся руках Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты В утренних асфальтовых южных городках Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты В утренних асфальтовых южных городках Молодцы, на эту песню написана жестокая пародия К моему еще аж к 75-летнему юбилею То есть на 5 лет тому, или к 70-летнему Ну, вы говорите, что к 70-ти Все-таки к 70-ти, да Десять, все-таки не к 70-ти Слушай, автор ее ушел из жилки несколько лет назад Замечательный бард Московский, Игорь Михайлов Вот, а пародия, она, понимаете, если в 70-ти лет Отмечались такие уже стариковские детали То что говорите сейчас-то, да? Сейчас уже вообще кронды А пародия вообще, я честно скажу, это было к 60-ти лет Кожаные брюки, брошенные в угол Ничего не видно в этой темноте Погоди немного, юная подруга Руки ведь трясутся, и глаза не те Командир со штурманом, ведь предупреждали И хирург нашептывал, не опуская кровь Нынче это самое получится едва ли Выбедуя фряду, не на полный тьма Кожаные штрюки вновь на старом месте И в стороне челюсть бьется окраина А ты чего пристала, школьница-невеста Отойди от дедушки, милая моя Ну а на 80-летие вообще уже полный аут Значит, чего там только не было И губерман там отозрался Значит, двумя, ну та, первая вещь Ладно, пока еще доволен я собой И старую себя красиво, слава богу И девушке, мне дается, гурьбой Перевести меня через дорогу Вот, а второй вообще чудовищный Четверсище, он мне сказал Теперь я просто старый жид Сижу с утула И на столе моем лежит анализ стула Ну а, значит, когда Он же, когда третья внучка Безрага уже замуж Он написал мне вообще обнадеживающие программы Еще они в полной отключке И нам опасения местны Что как бы на свадьбе внучки Не трахнуть по другу не лезть А что касается, вот я сейчас ездил в Узраг Там в три недели Мой друг Юрий Финан Шкин Там написал замечательно у меня пародию На которой мы закончим первое отделение Заранее вырветшим диски, книжки, фильмы Все там, после второго отделения Все автографы получат Пародия очень жестокая И тоже носит явно старческий физиологический характер Мы патриархи, мы патриархи Поставь бы нас по адресу Мы недомерки и перестарки Что видно по она внизу Мы недомерки и перестарки Что видно по она внизу Там где-то бабы гуляют лихо С каким-нибудь молодчиком А у нас кавли гуляют тихо По нашим мачеточникам А у нас кавли гуляют тихо По нашим мачеточникам У нас кавли зимой и летом Детишки в штатах учатся А нам дойти бы до туалета А дальше как получится А нам дойти бы до туалета А дальше как получится Уже без зуба в арту не видно Уже от нога молочится И признаваться нам как-то стыдно Что умирать не хочется И признаваться нам как-то стыдно Что умирать не хочется А вот в этой филитической ноте Давайте номер 15 перерыв Диски книжки все в этом самом Отдохнем А подпишем это после второго Ладно? Спасибо большое Спасибо